МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стиле Сажан-Сай Мартугского района близко к завершению строительства детского сада. Строительство, начавшуюся весной, сейчас набирает обороты. Открыть свои двери для детворяда школьного учреждения планируют до конца следующего месяца. Кроме трех детских групп, дополнительно открываются подготовительные группы к школе. Планируется создать около 20 рабочих мест. Принимать детей будут в рамках госсоказа. В дальнейшем планируется только расширять бизнес и улучшать сервис. Для чего бы неплохо заручиться поддержкой от государства, говорит предприниматель. С 25 по 26 ноября в городском доме культуры проходил фестиваль «Поп-мьюзик-фест Ак-Тубе», посвященный 40-летию местного эстрадно-духового оркестра. Еще в далеком 1982 году при городском Акимате на базе парка имени Пушкина был создан профессиональный духовой оркестр. А 25 лет назад, 4 ноября, оркестра в составе 20 штатных единиц был передан городскому дому культуры. Помимо нашего коллектива выступал и уральский духовой оркестр. Его художественный руководитель Олег Яриков отмечает, что в Ак-Тубе очень хорошо развивается детский музыкальный коллектив. Также во время концерта нагрудным знаком отличия культуры и благодатственными письмами были награждены ветераны творческого коллектива. Воинскую присягу приняли новобранцы части 30-238. В Ак-Тубе они приехали из пяти областей Казахстана. В ходе торжества солдаты устроили настоящее шоу, в ходе которого показали мастерство рукопашном бою и навыки обращения с автоматом. К слову, многие свои будущие связаны с погонами. Посетившие мероприятие заместитель Акима области был Булгей Люсинова, отметила вклад каждого солдата в укрепление силы армии независимого Казахстана. В Мартукском районе успешно развивается сверхвозхозяйственная отрасль. Одна из первых селя саженцы расширила свое хозяйство, завезя крупные рогатые скот мясного направления. На эти цели они получили годный кредит. Теперь, помимо развития молочного направления, аграрии намерены вычислить поголовье племенного скота. Стоит иметь, что кредит был выдан под 17%. 10% из них субсидировался государством. И на первые два года аграрий освобождает от выплат. Это большое облегчение для крестьян, занимающийся животноводством. Сиорейн функционирует более 800 крестьянских хозяйств. Лучший профориентатор 2022. Конкурс таким названием пришел на базе областного научно-практического центра. Мероприятие, в котором приняли участие более 100 человек, проводилось в среде кое-же региона. Осознанный выбор будущей профессии – одна из самых важных моментов жизни любого человека. Поэтому к данному вопросу необходимо относиться серьезно и не поддаваться навязанным убеждениям со стороны. Именно так считает Бахатгельда Наргалиев, который учится в Высшем медицинском колледже. Отметим, что это мероприятие проводится не в первый раз. И с каждым годом организаторы и участники показывают все новые методы для привлечения школьников к осознанному выбору будущей профессии. Должность Аким представляет собой очень серьезную и ответственную работу. Примером образцового волнения своих обязанностей может служить Жан-Дарбек Пакутшанула, Аким из Каспинского сельского округа Алгинского района. Молодой Аким уделяет особое внимание малобеспеченным семьям. Глава села помог найти работу матери-одиночки с двумя детьми. Также в будущем планирует ей помочь в участии в проекте «Аул Аманате». Спортивный состязайн Жан-Дарбек также уделяет особое внимание. В летний сезон Селесид Батыра проводил встречные соревнования. Внутренняя инфраструктура села также улучшается с каждым годом. Состоял встреча активных старейшинок Тубе со студентами. Круглосо прошел в творческой обстановке. Студенты активно принимали участие в обсуждении докладов, задавали вопросы, высказывали свое мнение, дискутировали по наиболее острым моментам выступлениям, отстаивали свою позицию, высказывали интересные мысли о будущей нашей стране в контексте единения казахстанцев. Областной совет волонтеров провел расширенное заседание по итогам года. В январе этого года был создан совет волонтеров. В него вошли в расстроитель 14 ведомств. Всего 7 направлений. На следующий год также запланировано реализовать много проектов в социальной сфере. Следует отметить, что в волонтерский совет входит 27 волонтерских организаций, насчитывающих в своих рядах около 2000 волонтеров. Министр здравоохранения Ажаргиня отправила отчетную встречу с населением. Она вышла максимально продуктивной. Жители задавали свои самые волнующие вопросы. Так, одна из актёй высказала свое мнение касаемо синдрома Дауна, а именно, возможно ли вы отнести геническим заболеваниям. Агульмира Умарова отметила, что их психиатр настоятельно рекомендует ее ребенку лечь в больницу на три недели. Обязана ли маль положить свою ребенку с рожденным вывихом калийной чашечки, который вдобавок четыре раза был оперирован? Следующий вопрос касался вакцины Pfizer для детей от коронавируса, привезенной из США. Насколько целесообразно использовать данные вакцин для детей? Также в ходе встреч в населении Министерства здравоохранения из Мисселекима области в Ублу Елюсинова рассказали, что в ближайшие два года в Ахтуеве построено 29 объектов здравоохранения. Также Ажаргиня отправила брифинг региональной службе коммуникации, где ответила на вопросы журналистов. В частности, глава Минздрава сообщила, что ведомство окажется стороннюю помощь актюбинским школьникам, которым в сентябре ввели вместо пробы МОНТУ живую вакцину БЦЖ. Напомню, что осенью 42-м первоклассникам вместо пробы МОНТУ ошибочно была введена вакцина БЦЖ. По словам Ажаргиня, расследование показало, что частные клиники, которые проводили вакцинацию, были допущены нарушения санитарных правил. Все документы по этому факту направлены правоохранительные органы. У меня сегодня состоялась встреча с родителями и также были осмотрены дети. На сегодняшний день каких-то поствакцинальных осложнений от неправильной вакцинации нет. Дети все это время находились под наблюдением не только местных специалистов, но и республиканских специалистов и лично под моим контролем. Что касается дальнейшего наблюдения, это будет продолжаться. Родители сегодня также попросили, чтобы мы все-таки детей еще оздоравливали, проводили реабилитационные мероприятия. Полностью поддерживается Министерство здравоохранения и для этих детей будет оказываться всесторонняя помощь в оказании санаторно-курортного лечения. Что касается производства отечественных препаратов, то его необходимо развивать, сообщает министр. Ведь от этого зависит прежде всего здоровье народа. Однако бывают случаи, когда люди заявляют, что некоторые препараты бывают некачественными, а некоторые и вовсе вызывают побочный эффект. На такой случай, Жоргинят отмечает, что на такие препараты надо заполнять так называемые «желтые карточки». Иными словами, жалобы в ответственный комитет Министерства. К сожалению, таких карточек очень мало, чтобы снять с производства или наказать производителя. Сегодня мы теперь большую работу проводим среди медработников, и чтобы они пациентам объясняли, и еще, чтобы заполнение этих карточек были очень простыми и доступными, чтобы любой можно заполнить и отправить. Эту сейчас работу мы проводим, потому что тоже анализируем, почему не заполняется. И эту работу вместе проведем, и давайте вместе будем защищать свои права. Также прозвучали вопросы, касательно нехватки медицинских специалистов и развития транспатологии. На все эти вопросы Министерства дала исчерпывающие ответы, и поступившие обращения взяла на заметку. Массаж и косметология. Эти направления успешно развивает селетий Мребека Жоргинова, индивидуальный предприниматель Айгуль Жаналина. Профильный бухгалтер работал связистом, а также в одном из местных ТО. Впоследствии женщина решила начать собственное дело. Обучился проекту «Постов бизнес» и получила государственную кратную сумму более 500 тысяч тенге. На эти средства закупила необходимое оборудование. Айгуль – многодетная мама, воспитывая четырех детей. Именно с целью помочь дочери, которая родилась недоношенной, увлеклась массажем. Теперь это одно из основных направлений деятельности, наряду с косметологией, которая райцент и развита слабо. В своем деле применяют рендовую израильскую косметику и новейшие технологии. Уже имеется порядка 20 постоянных клиентов, и их число постоянно растет. Просто хочу сделать наших женщин еще более красивыми. Отмечает бизнес-вумен. Ак-Тубе стал местным притяжением экспертов в области урбанистики, архитекторов, крупных застройщиков, представителей государственных компаний. В центре искусств проходил форум «Урбатон Ак-Тубе». В рамках мероприятия проходили панельные сессии на тему трансформации общественных пространств и креативная экономика. В формате дискуссии спикеры были обсуждали современные тренды общественных пространств, какой должна быть комфортная городская среда, формирование культурного кода города и с какими проблемами сейчас сталкиваются города. Отпредельный поэзитив глава региона Ассоциации урбанистов запланировал реализовать в Ак-Тубе более 10 проектов, направленных на культурное развитие области. Мы в Ак-Тубе сейчас реализовываем порядка 5 проектов и на следующий год в плане еще 6 проектов реализовываем. Горожане уже, наверное, видели, слышали, это маленькие быстрые победы, это муралы, которые мы нарисовали, потом посадили уже 10 композиций многолетники, которые не только экологичны, но и в том числе она и экономна. То есть город может уже не расходовать на эти средства, порядка 10-15 лет посадку цветов.